Приветствую! В этом видео разберемся, что такое сценовый граф и зачем он нужен, а также посмотрим, как он работает в контексте архитектуры ECS. Это сущность-компонент-система, которую мы разбирали в одном из предыдущих видео. Будет интересно! Погнали! Граф сцены позволяет размещать объекты на сцене, и нам необходимо придумать, как хоронить все сущности. Для этого можно использовать список из уникальных указателей на дочерние элементы, а также использовать связку дочерние и родительские элементы. Сущности у нас уже проработаны, теперь нам нужно как-то ими управлять. Для этого можно использовать стандартный шаблон EntityManager, то есть управлятель сущностями. Посмотрим, из чего состоит EntityManager. Во-первых, необходимо добавить функцию AddNewEntity для добавления новой сущности, чтобы менеджер мог знать. Да, мы добавили в список новую сущность, и дальше что-то с ней будем делать. Делается это элементарно. В список сущностей добавляем новую сущность и присваиваем ей новый идентификатор. Далее хорошо бы на каком-то этапе получать сущности из всего многообразия сущностей на сцене. Для этого необходимо сделать метод, который будет возвращать сущность по идентификатору. Также добавим еще несколько вспомогательных методов, которые впоследствии вам точно пригодятся. Итак, как получить сущность по идентификатору? Нужно из всех сущностей найти ту сущность, у которой идентификатор равен идентификатору, который подается на вход функции или метода. Проверяем, если это так, то идем дальше. Если нет, то выбрасываем ошибку. Зачем вообще нужен граф сцены? Наверняка вы видели в движках таких как Unity, что можно взять, например, разместить объект и привязать к нему дочерние объекты. Именно для этого необходим такой шаблон. Также добавили вспомогательную функцию для получения случайной сущности. И давайте посмотрим, как вернуть количество сущностей, которые хранит в себе EntityManager. Берем Entities и получаем размер вот этого объекта. Объекта Entities. Далее узнаем, что это за Entities такой, и поговорим о его типе. Также такая высокоуровневая обертка как EntityManager может удалять, например, сущность по идентификатору. И вот оказывается, Entities это у нас неупорядоченный ассоциативный контейнер, состоящий из айдишника и, собственно, самой сущности. Идентификатор, айдишник, представляет из себя простой интеджер. Для удаления всех сущностей вызываем clear. А вот для обновления необходимо пробежаться по всем сущностям. Делается это в цикле. Вы уже знакомы с циклами. Будем использовать авто для простоты понимания того, что происходит. По сути, неупорядоченный ассоциативный контейнер. Это некая реализация варианта хэштаблиц. Получаем второй элемент у EntityPair и вызываем update self and child. То есть обновляем состояние свое и дочерних элементов. Также, возможно, потребуется force update. Это грубое обновление всех элементов и состояний всех элементов. Также обязательно потребуется метод отрисовки. Конечно, его можно вынести в другой класс. Но для примера можно реализовать его прямо в EntityManager. Отрисовывается сущность элементарно. Необходимо задать frustrum. Это область видимости камеры. Можете посмотреть, как она выглядит. Это похоже на призму. Шейдер, экран и количество сущностей. А вот как выглядят методы update self and child и force update self and child у сущности. У force update пересчитывается матрица модели. Для оптимальной отрисовки дочерних элементов нужно узнать, находятся ли они в области видимости камеры. И далее просто вызвать метод draw self and child. Для каждой под сущности рекурсивно. Это не полный EntityManager, но он минимально работоспособный. Далее все зависит от ваших пожеланий. Как вообще работать с сущностями. Давайте для примера я покажу, как использовать Entity на примере шарика. Возьмем ballEntity. Задаем данную переменную в заголовке. А также объявляем EntityManager. BallEntity использовать не обязательно. Можно все сущности сразу же добавлять в EntityManager. И далее уже как-то с ними работать. Поэтому я для примера показываю, как обходиться без EntityManager. И как работать с ним. Как вариант, на этапе загрузки 3D моделей. Можем объявить родительскую сущность. И добавить к ней дочерние. Опять же, многие могут сказать. Это же неправильно. Архитектура должна быть другой. И конечно же будут правы. Потому что в принципе нужно все максимально разделять. И делать независимые друг от друга системы. Напоминаю, данный пример учебный. Вот мы загрузили шарик, сферу. И мы хотим из нее сделать сущность. Просто пишем NewEntity. И передаем аргументами саму модель. mPlanet. Теперь же. Допустим, я хочу задать позицию этой планеты на старте. Я пишу mBallEntity. Transform. SetLocalPosition. И передаю координаты. По x10, y0, z0. Далее, допустим, я хочу изменить размеры этой сущности планеты. Чтобы она по всем осям была масштабирована. Я хочу ее ужать, чтобы у нее был размер 0.85 от стандартного размера. Вызываем Transform. SetLocalScale. И передаем новые размеры. Как же теперь привязать к этой сфере дочерние сферы? Можно найти последнюю сущность. Это у нас mBallEntity. Далее пробегаемся в цикле. Допустим, хочу добавить 9 дочерних элементов к нашей сфере. Чтобы суммарно было 10 сфер. У последней сущности вызываю AddChild и передаю туда модель, которую я хочу привязать к основной сущности. Допустим, это другая модель. m3dBall. Далее переопределяем последнюю сущность. Говорим, что у нас последняя сущность. Это сущность, которая является дочерней к последней сущности. Получаем ее с помощью ChildrenBackGet. И для наглядности сместим сущности друг относительно друга. Каждая следующая сущность будет смещена. А также для большей наглядности сделаем изменение размера. Для этого вызываем Transform, SetLocalPosition и SetLocalScale соответственно. Ровно так же, как мы делали ранее для того, чтобы задать изначальную позицию и масштаб модели. Остается придумать способ, как изменять немножечко масштаб в цикле от 0 до 9. Давайте посмотрим, как это делается. Один из способов взять малое значение 0,1, умножить на it значение и прибавить к текущему значению масштаба, либо координаты. Получим интересный эффект разных сфер, и они будут сдвинуты друг относительно друга. В конечном итоге, в цикле отрисовки необходимо обновить себя и дочернюю сущность. Также добавим в EntityManager, собственно, сам шарик, BallEntity. Но стало время посмотреть, что получилось. Запустим проект, смотрим. Есть у нас главная сущность, это просто шар. И дочерние элементы. Другие 3D модели. Сферы на подставочках. Будем называть их сферами на подставочках. Почему бы и нет. Смотрим, насколько лучше стала картинка. Немножечко улучшив отрисовку, можно добиться вот такого результата. У нас все отражения накапливаются, много источников света, есть HDR, и все это вместе гармонично работает и в режиме реального времени отрисовывается. А теперь представьте, что у вас есть, допустим, уровень. И на уровне необходимо размещать различные объекты. Допустим, разместить корабль. У корабля есть флагшток. На корабле есть капитан, у капитана есть попугай. Как же их все располагать на сцене? Вот и решение. Граф сцены. Корабль располагаем в мире. Он будет являться у нас родительским элементом. Далее добавляем к кораблю капитана мачту. А к капитану добавляем попугая. Вот простой граф сцены с дачерними элементами. Вот такие попугаи. Сообразили? Подписываемся на канал, ставим лайк и включаем колокольчик. А для отрисовки сущностей на сцене с помощью Entity Manager необходимо пробежаться в цикле по всем сущностям, которые присутствуют в Entity Manager. Получаем из менеджера все сущности с помощью метода GetEntities и далее проверяем, есть ли сущность в сопоставлении. Помним, что в UnorderedMap в нашем случае первый элемент First это идентификатор, а второй непосредственно сущность. Поэтому проверяем, есть ли второй элемент, а также проверяем, статичный он или динамический. Потому что, как вы знаете, есть несколько типов объектов. Пока что в Cosmo Engine есть два типа, статический и динамический. Соответственно, статические объекты это такие как пол. К ним можно применять свои физические законы и, например, выключить гравитацию. Далее передаем матрицу модели в PPR Shader и передаем Shader в метод Draw. А затем обновляем себя и дочерние сущности. Вот как выглядит AddChild. Добавление дочерней сущности к текущей сущности. Возникает вопрос, зачем мы добавляли дочерние сущности, если их не отрисовываем. В простом случае можно обойтись даже без Entity Manager. Допустим, необходимо отрисовать всего одну сущность с дочерними элементами. В простом примере я буду использовать Ball Entity. Мы специально сделали для этого отдельную переменную, чтобы можно было посмотреть, как работать без Entity Manager. Теперь в цикле While проверяем. Пока мы не дошли до последней сущности, настраиваем матрицу модели у PPR Shader. Далее делаем стандартную операцию. Отрисовываем сущность на экране с помощью метода Draw. И обновляем себя и дочерние сущности. UpdateSelfAndChild. В данном случае обновляем себя и дочерние элементы только у Ball Entity. А как же, допустим, мне сделать поворот сущностей относительно своей оси, или, например, поворот относительно родительской сущности? Для этого можно вызвать метод SetLocalRotation. И, допустим, хочется, чтобы все дочерние элементы вращались вокруг родительского элемента относительно вертикальной оси Y. Для этого можно вызвать метод GetLocalRotation, взять координату Y и прибавить какое-то значение. Допустим, завязанное на дельте времени, DeltaTime. И в цикле While необходимо обновить последнюю сущность. Попробуем нашу архитектуру в действии. Сделаем плейтест. Для чего все это нужно? Во-первых, мы теперь можем добавлять новые объекты на сцену, спавнить их. Для этого добавлена кнопка Spawn, при нажатии на которую добавляются модельки вот этих сфер на подставочках. В данном примере они возрождаются и появляются в случайной позиции на сцене. Также можно видеть в окошке с сущностями их идентификаторы. Физический движок пока что находится на этапе разработки, поэтому есть небольшие баги, но это все поправимо. Помимо всего прочего, можно добавить еще и звук. Соответственно, при нажатии на кнопку воспроизводится некий звук спавна или добавление объекта на сцену. Вот вы добавили кучу объектов на сцену. Как же теперь от них избавиться? Не перезапускать же каждый раз окно и плейтест. Для этого можно расширить Entity Manager, чтобы удалять сущности из списка сущностей. Также можно расширить данный функционал и посмотреть все идентификаторы сущностей в интерфейсе. И даже вывести позицию каждого элемента на сцене и файл модели, где он расположен у вас на диске. Так потихоньку можно сделать удобный редактор. И для примера попробуем удалить случайную сущность. К сожалению, удалился пол. Надо будет это поправить. Но в принципе, можем видеть при нажатии кнопки удаление, модели объектов удаляются со сцены. И это можно увидеть также в списке сущностей в интерфейсе. Справа Entities. Добавим еще несколько сущностей на сцену. Видим, сразу же применяется гравитация. И они падают бесконечно вниз, потому что пол мы удалили. Профессионалы доверяют киберкайла Learn и изучают интенсив. 3D-игровой движок на C++. Это расширенный набор материалов и эксклюзивного контента для тех, кто хочет разработать свой 3D-игровой движок с нуля. Переходи по первой ссылке в описании и записывайся уже сейчас. Инвестируйте в свои знания и становитесь 3D-графическим инженером вместе с Киберкайла. Конечно же, весь исходный код доступен по ссылке в описании. Там же найдешь проект и эксклюзивные материалы. Вы IT-элита школы Киберкайла. Последняя сущность получается через Children Back Get. На сайте kiberkala-studios.com появился раздел вебинаров. Выбирай и записывайся. Увидимся на живых вебинарах. Благодарю за просмотр.